всем привет германия потихоньку выбирается из карантина все надели масочки и начали небольшое движение наблюдаем за ситуацией сегодня речь пойдет о моей второй докризисной покупки а именно той самой вещицы о которой я давно и безуспешно мечтала и которая скрасила мое пребывание в карантине но сначала я хочу представить вам одного из моих давних фаворитов и так прошу любить и жаловать браслет финского бренда лапония от дизайнера бьерна векстрема год рождения 1978 серебро 925 пробы вес около 55 грамм браслет настолько самодостаточные статусные что его не нужно практически ничем дополнять ему необходимо лишь красивое запястье живой динамичной позитивной и уверенной в себе женщины вы только посмотрите на эту форму на эту эргономику а это нежно матовая поверхность а этот хитренький замочек с пружинкой лапония или в переводе на русский лапландия самая северная малонаселенная провинция финляндии она славится своими субарктическими ландшафтами и такими природными явлениями как полуночное солнце и северное сияние украшение ручной работы бренда лапония из хельсинки на мой взгляд это высший пилотаж в ювелирном искусстве здесь сплетаются в единое целое органический дизайн природные мотивы и скандинавская лаконичность в 1960 году молодой предприниматель пека антивла начал производить простейшие украшения для продажи но мечтал он совершенно о других вершинах ювелир стремился создавать что-то совершенно новое уникальное и неповторимое в 1963 году ему удалось наладить сотрудничество с успешным дизайнером бьерном экстремом шедеврами которого он давно восхищался а в 1965 году произошел прорыв лапония одержала победу на международной ювелирной выставке в рио-де-жанейро представив в качестве экспоната разработанное в экстремом золотое ожерелье фларинг-волл или цветущая стена с тех пор лапония стала известной и ее изделия стали продаваться далеко за пределами финляндии одно из украшений бренда лапония стало культовым и навсегда вошло в историю мирового кинематографа ожерелье галактик пикс пики галактики неподражаемо смотрелось на актрисе кэри фиша в роли принцессы леи в фильме звездные войны а вот и моя обновка серебряная малютка примерно 3 на 2 сантиметра при этом плотненькая и довольно увесистая для своего размера ее вес 16 грамм год рождения 1985 состояние идеальное у нее замочек тромбон и тоже маркировка лапония эта маленькая красавица была моей второй докризисной покупкой она значительно скрасила мое пребывание в карантине и прекрасно дополнила любимый браслет каждая вещица это целый мир настоящая маленькая скульптура не правда ли эти линии напоминают всполохи северного сияния а может это застывшие снежные вершины а может это кусочки льда на замерзшем озере а может это брошь обточенный суровыми ветрами кусочек скалы упавший на землю с высоты каждое изделие лапонии лимитированное и ни это брошь ни этот браслет больше не выпускаются а в январе этого года в прессе появилось грустное сообщение о том что лапония как самостоятельный бренд прекращает свое существование уж слишком дорого держать его на плаву поэтому компания колевала кору владеющая брендом будет выпускать изделия лапонии под своей маркой так проще а жаль когда я смотрю на браслет и на брошь я вспоминаю наше большое трехнедельное скандинавское автопутешествие которое мы совершили несколько лет назад дело было летом до финляндии мы к сожалению не добрались но побывали в Дании, Швеции и Норвегии Норвегия с ее захватывающими дух фьордами, водопадами и ледниками навсегда покорила мое сердце поэтому в заключение я хочу вас немного развлечь видео рядом перемежающихся норвежских ландшафтов и украшения от финской лапонии берегите себя жизнь налаживается уже конечно не будет так как прежде но мы же взрослые и разумные люди мы умеем делать выводы приспосабливаться к ситуации и даже извлекать из нее много хорошего и позитивного чего я вам всем от души и желаю с вами была sve.ru и мой видеоблог сдвиг по серебряной фазе до свидания до свидания до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok